Это ресторан, в котором я работаю. А это украинский флаг, который висит при входе в наш ресторан. И, конечно же, это не единственный флаг, который висит сейчас в Нью-Йорке. Украинских флагов сейчас вывешено очень много, как в Нью-Йорке, так и по всей Америке, а также по всему миру. Всем привет! Сегодняшнее свое видео записываю в машине. Многие блогеры, кстати, любят снимать видео в машине, особенно если это разговорное какое-то видео, когда видео касается какой-то важной темы. Ну, понятно почему, чтобы дома или где-то на улице никто не отвлекал, а в машине можно вот так уединиться и поговорить на наболевшую тему. У нас солнце такое, ребята, сегодня прямо печет. Одену очки и сейчас выключу кондиционер, чтобы шум не мешал. Немножко сейчас машина охладится, и я выключу, чтобы мы с вами поговорили без шума. Все, машина охладилась, у меня еще кофеек холодный, так что очень комфортно с вами разговаривать. Ну, ребят, как вы уже поняли по названию видео, и неспроста я начала этот ролик с украинского флага, вывешенного на здании, в котором я работаю. Итак, тема моего сегодняшнего видео – это отношение американцев и жителей Америки, Нью-Йорка к русским. А тем более у меня уже несколько раз спрашивали мои родственники, друзья, близкие, люди, которые живут в Украине в такое тяжелейшее время для украинцев, живут там. Они у меня спрашивали, а приходят ли к тебе в ресторан русские посетители? Вот отвечаю, ребята, на ваш вопрос. До вчерашнего дня нет, у меня не было русских посетителей. Одна девушка приходила, но она приходила еще до войны, то есть уже долгое время. Я ее знаю, она садится всегда ко мне. Но мы с ней на эту тему и до войны, и сейчас мы с ней... Как-то, знаете, вот когда у меня посетитель не спрашивает, даже если мы говорим на одном языке, если у меня посетитель не спрашивает, откуда я, то я этот вопрос первое не задаю. Ну, она у меня еще до войны не спросила, и, соответственно, и я ей такой вопрос не задала. То есть я не знаю, откуда она, а она не знает, откуда я. Но мы разговариваем на русском языке. Когда она приходит, ну, мы так, чтобы, вы знаете, не общаемся на какие-то другие темы, а чисто вот, чтобы принять заказ. Она мне говорит, что она хочет заказать. Все, на этом наш разговор заканчивается. Ну, разговариваем мы на русском языке. Ребята, включила я кондиционер, потому что невозможно. Машина стоит на солнечной стороне улицы, и так солнце печет. Так что немножко, наверное, шум вам будет от кондиционера. Ну что, продолжаю свой рассказ. Итак, вчера пришла девушка. Вот, кстати, немножко отступлю от темы. Вот, ребят, вам такая, знаете, заметка для туриста. Пришла девушка, заходит в ресторан, и, знаете, вообще таким быстрым шагом вот идет к столику, который ей понравился. Ребят, если вы приезжаете в Америку, да не только в Америку, но куда-то едете в другую страну, это общепринятое правило для, наверное, всех ресторанов. Не показывайте свое бескультуре, не делайте так, как сделала эта девушка. Вот она заходит в ресторан, и быстрым шагом идет к тому столику, который ей понравился. Особенно, если вы заходите в крутой ресторан. В любом ресторане, особенно в крутом ресторане, вы должны подождать, пока к вам подойдет хостес, девушка, в основном это девушка у нас, или парень, который сажает людей. То есть подождите, не спешите, не показывайте свое бескультуре. В общем-то, как эта девушка. Вот сделала, смотрю, бежит, летит, уселась за столик. Ко мне подходит девушка, которая хостес, которая говорит, ой, смотри, эта девушка села, сама пришла, села, я ее сейчас пересажу. Я ей говорю, не надо, пускай сидит. И она еще уселась за тот стол. У нас там, ну, как бы, такой, знаете, на углу стоят три стола. И она села за средний столик посередине. Мы за этот стол, ну, можем там посадить 8-9 человек. То есть, понятно, если к нам придет большое, ну, там, 9-10 человек, мы этот столик используем для большой группы людей. Она уселась за этот стол. Мы обычно, когда один человек приходит, мы сажаем его за маленький стол. Я говорю, ладно, пускай сидит. Если вдруг придет большая группа людей, я ее попрошу пересадить. Ну, понятное дело, я сразу поняла, что девушка приезжая, американцы так не делают. Ну, ладно, дело не в этом. Подхожу брать заказ. Ну, еще раз убедилась, да, у девушки сильный акцент английский. Плохой, она еле сделала заказ. Не могла произнести название коктейля. Я заказала коктейль и одно блюдо покушать. Ну, ладно, дело не в этом. Я взяла заказ, принесла ей коктейль. И она меня попросила принести мне сразу счет. Не знаю, почему ей сразу счет. Так тоже не делают. Счет просят уже в конце. Счет не просят до того, как получили еще еду. Принесла я ей счет, так как она у меня и попросила. И когда я приношу счет, там написано мое имя. Там внизу написано спасибо от Ольги. То есть мое имя написано. И она у меня, когда она увидела это имя, она почему-то так обрадовалась. И на английском спрашивает. Тебя зовут Ольга, а ты говоришь по-русски. Ну, я ей уже по-русски отвечаю. Да, я говорю. Ну, и после того, как я ответила ей по-русски, от девушки посыпалась куча вопросов ко мне. Ну, понятно, что на вопрос я отвечаю также вопросом. Задаю соответственный вопрос ей, да. Она спросила, как долго я здесь. Я говорю, 22 года. Ну, и также я спрашиваю, а ты? Ой, а я только приехала. Ну, и понятно, что потом вопрос за вопросом. Она спрашивает, откуда вы приехали? Я говорю, с гордо поднятой головой. Украина. И понятно, следующий мой вопрос. А вы откуда? И тут самое интересное. Она мне говорит, а я оттуда, откуда сейчас все бегут? Ну, я поняла. Ну, в принципе, бегут сейчас и оттуда, и оттуда. Вернее, из Украины не бегут, а вынуждены бежать. Ну, я поняла, откуда она, но мне было так странно, что она не произносит, не произносит страну. Я говорю, да, не поняла, откуда вы. Но оттуда. Она не может произнести это слово. Я вижу, что у нее лицо краснеет. Я говорю, откуда опять? Но я поняла. Мне хочется, чтобы она произнесла это слово. Она не может. Я за нее уже говорю. Из России? Она говорит, да. Но я из Москвы. А Москва это не Россия. Боже, думаю, что ты несешь? Ребят, вы мне объясните, что это за бред. Москва это не Россия. Для меня это слышится как бред. Ей-богу, что за оправдание? Сейчас люди из Москвы говорят, что это не Россия. Сейчас у вас такое оправдание. Я первый раз это слышу. Потом она мне говорит, мне так повезло. Мне так повезло. Я говорю, в чем же тебе повезло? Что я выиграла грин-карту, зеленую карту еще до войны. Мне открыли визу еще до войны. Мне так повезло. Я говорю, ну да. А как же тебя впустили сейчас? То есть она вот только несколько дней назад приехала. Я говорю, а мне вот удивительно, что тебя впустили. Да, мне просто повезло. И следующий вопрос от девушки. А у тебя есть кто-то в Украине? Я говорю, да, есть. Много родственников, много друзей, много знакомых, которые живут сейчас под бомбежками, под обстрелами. Приходят мужья инвалидами с войны. И девушка, вот это когда я ей все это говорю, девушка, вот знаете, опускает, опускает, опускает свое личико, такое худое, какое-то прыщавое. Опускает, опускает, все больше краснеет. И все. С того момента она больше вот мне в глаза не посмотрела. Я продолжаю с ней разговаривать. Я говорю, и все это благодаря вашему президенту. Ну и все. На этом наш разговор с девушкой из Москвы закончился. Ну, у меня там столики были, знаете, недалеко от нее. Я подходила к столикам. Девушка просидела на телефоне. Что-то она вот на телефоне, вот так, с опущенной головой, с красным лицом девушка все время просидела вот в таком состоянии. Она не притронулась к коктейлю, который заказала. Кстати, коктейль у нас стоит 17 долларов. Она, может быть, один раз отхлебнула еще до нашего разговора. И принесли ей еду. Она не дотронулась до этой еды. Вот, ребят, если вы хотите узнать, какое отношение сейчас к русским, у нас здесь в Нью-Йорке, вот русским сейчас кусок в горло не лезет. Ну, какое отношение, ребят? У нас сейчас по улице, вот, ну, нет такого дня, чтобы я не увидела машину с украинским флагом. Там, знаете, или на стекло вешают, или вот на багажник украинский большой флаг вешают. Или у нас номерные знаки сейчас в Нью-Йорке написано Зеленский. У нас на каждом углу, вот буквально, ну, ну, не на каждом углу, но я не знаю, сколько у нас сейчас вывешено украинских флагов. Нам, это Манхэттен, понимаете? Через один, через одно здание висит украинский флаг. Какое может быть отношение к русским? Вот такое вот, кусок в горло не лезет. Все, девушка посидела вот так вот, что-то она там на телефоне смотрела. Оставила еду, оставила свой коктейль за 17 долларов. И ушла, вот, вот с такой вот головой. Она на меня даже не посмотрела. Ты мне эти все вопросы задавала, да? Я на твои вопросы дала тебе ответ. И то я давала ответ, знаете, сдерживаясь в эмоциях, потому что профессионализм не позволяет мне ответить, так как бы я тебе ответила, встретя тебя на улице. Вот там бы я выражения не выбирала. Вот такое у нас сейчас отношение к русским. Извините, ребята, не мы это начали. Вы скажете, а при чем здесь мы, простые люди? А при чем младенцы, которых насилуете? Насилуют ваши отцы, братья, соседи? При чем здесь младенцы, которые погибают? Трехмесячные младенцы, которые погибают, и которых ваши солдаты насилуют, младенцев, женщин насилуют, девушек, 15-летних, 14-летних, расстреливают пожилых людей, которые едут с мешочком картошки на велосипедах. При чем здесь они? Вы скажете, при чем здесь мы? А при чем здесь они? Вы оправдание себе нашли? Это все фейки. Да вас за это еще больше ненавидят весь мир. За то, что вы пытаетесь оправдаться, пытаетесь врать. Да еще больше вас за это ненавидят. Не знаю, не знаю. К вам сейчас, да уже будут и относятся, и будут относиться как к немцам. Вы знаете, что до сих пор евреи не покупают принципиально, до сих пор, сколько уже лет прошло со Второй мировой войны. Вы знаете, что евреи до сих пор отказываются покупать немецкие автомобили. Уже сколько лет прошло. Так что готовьтесь, дорогие мои россияне. У вас еще много-много лет будут просто ненавидеть. Весь мир вас будет ненавидеть. Извините. Извините, но это правда. Давайте смотреть правде в глаза. Вы знаете, у меня есть подписчики, которые, я знаю, что живут в России. Так вот, они на некоторые мои видео пишут. Слава Украине! Вот вас я уважаю. А что вам делать, вот таким, которые приезжают, и которых не я одна? Ребят, к вам такое отношение будет везде. Не знаю, что вам делать. Покупайте желто-голубую футболку, где написано Слава Украине. И живите в ней, спите в ней, ходите в рестораны в ней. Может быть, у нас будет другое отношение к вам. Не знаю, что вам делать. Думайте сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!